с полок российских магазинов пропал сахар там где он появляется люди устраиваются большие очереди и пытаются закупить сахар причем берут центрами если не больше да вот сколько дают столько и беру более того цен на сахар выросли и сахаром торгуют уже и на авито и даже в даркнете что происходит происходит очень простая вещь россия ведет войну против россии объявлена экономическая блокада войну россии ведет против украины соответственно довольно крупного производителя сахара дело не только в этом дело в том что люди видят обесценение рубля видят как с полок магазинов пропадают в том числе жизненно важные лекарства и продукты и одежда и вообще все что россия получала в качестве импорта поэтому люди начали делать запасы и это очень логично во время войны всегда так происходит и дорожает не только сахар пропадает с полок магазинов не только сахар крупы все товары длительного хранения это значит что до россиян начала доходить что санкции это надолго что даже случаи окончания войны совершенно не факт что пока путин остается у власти санкции кто-то будет отменять это значит что экономический крах в россии продлится довольно долго так давно мне позвонил буквально днях знакомый бизнесмен очень сокрушался две недели назад он купил всего как он сказал 6 ящиков тушенки потому что пожадничал она сильно выросла в цене ему показалось что это дорого свое платье вот вчера он мне позвонил и сказал что теперь это же та самая тушенка стоит в три раза дороже то есть он очень сильно пожалел что купил всего 6 ящиков так чего ждать дальше правительство безусловно попытается снизить социальную напряженность и будет всеми доступными средствами как это обычно бывает пытаться сдерживать рост цен и не допускать товарного дефицита то есть будет очередной нажим на производителей очередной нажим на торговые сети крупнейшие будет задействована федеральная напольная служба и генпрокуратура я не знаю даже может быть фсб задействует а может быть и внутренние войска но однако все это к появлению сахара на полках магазинов не приведет соответственно два варианта либо гиперинфляция либо дефицит о чем мы собственно говорили в нашей программе с самого начала войны хочу сказать что специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком по плану россияночки 20 марта 2022 год подходи бери какие тебе нравятся хочешь вот такие красивые тут цветная упаковка хочешь вот такие какие вот какие нравятся мыло для интимной гигиены какое больше нравится я люблю лактоцит например хорошее мыло какое нравится бери выбирай что у вас там с шампунем очень интересная ситуация head and shoulders на россии стоит тысяча сто с чем-то рублей у нас стоит 77 гривен курс доллара 1 доллар это 29 гривен в принципе можете посчитать 77 гривен сколько думаю какой выбрать в принципе я не нашла там было вот было возьму молдовы европейские подходит больше пяти пачек в руки не давать но это у вас там на россию нас принципе бери хоть что-то этот весь блок возьми себе только главное унести и расплатиться с этим проблем вообще никаких хотя я не понимаю зачем вам туалетная бумага если у вас жрать нечего тут как бы было бы что есть в принципе бумага понадобится да вот такая трехслойная по богатому возьмем сегодня их они с такой семьи с богатой средства для стирки для посудомойки для ополаскиватель вот этот кстати очень вкусно пахнет вот такой надо взять он офигенский можно какие хочешь можно жидкие можно в капсулах можно в порошке кому как больше нравится принципе проблемы и дефицита уж точно никакого нет за маслом у вас там километровые очереди у нас вообще никого никого вот бери сколько тебе надо и нигде не написано сколько штук в одни руки макарон сто тысяч килограммом миллиардов штук тут этих макаронин какие хочешь гречка гречки тут тоже вариантов масса майонез кстати элитный что скажете кстати для любителей хамона сейчас скидки если вы хотели в принципе вот есть набор что тут у нас и берега а сирану это гривны я не в испании я в украине какой хотите хамон вот пожалуйста есть вот такие цены а для тех кто не осили целую ногу можно в принципе купить просто уже порезанный это очень удобно хотя что я про хамон россиянам рассказывают это я конечно даю конечно конечно вы знаете в каких случаях может вывешиваться на каких местах все это можем да мы его можем вывешивать абсолютно можем абсолютно можем а почему нет почему нет просто потому что каким-то соседкам не понравилось это и все только поэтому нет да успокойся ты вообще-то пойди в свою комнату там сиди пойди в свою комнату сиди там вы можете сейчас убрать руки от этого всего я поговорю лично здесь твоему сейчас он придет и риткин мне дал задание я не просто так это дело но это не понравилось умерен в поддержке граждан россии всех патриотических сил стороны куда мы идем можешь ли ты обрисовать какую-то точку который мы движемся вот к чему мы можем прийти здесь как бы есть две стороны с одной стороны действительно я говорил последний писал последние месяцы что конфронтация западом для путинского режима и путинской элиты это инструмент изоляции россии и изоляция россии является для них целью а она является целью потому что этот тип элиты он хорошо себя чувствует и может доминировать в российском политиками когда цели развития и цели как бы модернизации подавлены а цели охраны цели противостояния цены цели конфронтации находятся на повестке дня когда он чувствует себя комфортно тогда эти люди ну по крайней мере восприятие общества могут выглядеть компетентными вопроса там охраны контроля предотвращение опасностей это их компетенции это позволяет им контролировать по политическую сферу и экономические активы идея моя была в том что новый виток конфронтации западом нужен им чтобы изолировать россию и вот добиться такой некоторой изоляции на фоне неизбежного перехода такого поколенческого перехода поколенческого перехода и в политических элитах и в управлении и владении собственностью вот чтобы передать детям и следующему поколению своей доминирующей позиции в российском политикуме и те тот уровень контроля над экономическими активами которого они добились за 20 лет для этого им надо закрыть россию в такой неконкурентной среде передавать детям это это вот все это как бы такая вот была моя модель но безусловно то с чем мы сегодня имеем дело это гораздо более радикальный сценарий это радикальный сценарий который стал результатом ошибки просчетов значит путина и кого-то с ним кто с ним готовила принимала решения и это сорвалось в некоторую такую катастрофу где эта катастрофа останови остановится и чем она закончится сегодня на мой взгляд очень трудно сказать но мы видим как бы но масштаб этой катастрофы по моему очень важно осознать я вот последние дни писал уже и мне кажется это очень важным что то что сейчас происходит в россии если это оказывается окажется в результате этого ну как бы вот это окажется таким устоявшимся трендом то мы имеем дело с историческим поворотом в истории россии с поставимом с гражданской войной в которой победили большевики сто лет назад и с тем что произошло после этого потому что мы вновь оказываемся россия оказывается как и тогда как бы искусственно вырванного вырвана из своего исторически естественного положения полуевропы она отделена от и запада железным занавесом она является такой автарки с очень репрессивным внутренним режимом потому что иначе не может не сможет выжить этот режим и это если это этот сценарий устанавливать на десятилетия то мы получаем так же как мы получили как бы русскую катастрофу длиной сто там 70 лет 80 лет в прошлом веке так мы получаем еще одну длительную катастрофу вот это вот самостоятельно сознательной автарки который нас ведет никуда